привет привет мои прекрасные друзья мы приближаемся в даунтауна торонто и мы хотим показать вам как украшен город я почему-то вдохнула тяжко потому что я не люблю ходить и ездить центр города но сейчас я вырвалась из цепких лап мужа и попробую сделать вам удовольствие и получить его тоже не прощаюсь покажу дальше мы едем по самой длинной улице канады ян стрит и сейчас посмотрим как будет продираться через трафик на ней это правда самая длинная улица может даже в мире на 20 километров еще больше так не прощаюсь так ну что ж поглядим поближе что это у нас трафик такое и малый но все преодолимо я думаю ночью это более привлекательно для вас но вот такой маленький обзорчик днем тоже может порадовать а вечером если мы уже отдельно перед рождеством рождеством для вас и так мы приближаемся известному перекрестку улице янг и эглинтон там у нас роют метро поэтому будет страшно стал потроение машин и именно из-за метро тут очень много очень очень много небоскребов живых человеков это то чего против чего я выступаю призывая людей быть с природой и землей но как-то так потом сделаем следующую остановочку видите написали что можно ориентовать палочку для флага так а здесь у нас из разрушенного делают что-то хорошее на их взгляд торонто это одна большая стройка вы это сейчас увидите рождество нам не помеха то есть тут такие трудяги-землеройки которые возводят собственно вот такие роскошные на их взгляд строения но вот такую маленькую экскурсию вам сделал видите тут очень много маленьких бизнесов которые будут поглощаться вот этими большими вот тут у нас улица трех банков перекресток это эглинтон которая будет и вот последний четвертый угол я уже не помню чем занят ну здесь наверно скоши а там беру и дальше торонто домене вот такие у нас киношки кинозалы раньше мы ходили сейчас это не ходим уже пару лет видите все разрыто это вот так мы живем страшно в страшных условиях но и вот торонто доменем как вы как я и обещала и третий банк мы отменовали уже так а вот и себе ну видите вот такая техника и сплошная стройка и это центральная улица города ну что вот такая вот современная архитектура а в таких коробочках живут в коробочках ездят в коробочках живут и в конце тоже в коробочку положат вот столько у нас когда минимумов строится это дорогущие дела ну вот люди стремятся в эти милые клетки может быть у них даже красивый вид возможен ну что продолжим нашу экскурсию так продвигаемся далее мы здесь наверное поставим на паузу потому что уж больно угрюмые такие здания у нас и так погода не шепчет а тут еще какие-то серости так мы приближаемся очень интересному зданию там наверху написано бэй это Hudson Bay Company компания компания которая как вестинская но это канадская наверху все-таки считается Hudson Bay Company гудзона в пролив компания и вот она транснациональная у них есть свой флаг но у меня есть книга про них и я вам все расскажу чем они занимались но вначале это было пушнино и все что можно было добыть из природы а дальше они очень хорошо развелись и вот они посильнее другого государства любого могут выступать а вот это очень интересное кладбище Mount Pleasant потом покажу вот здесь похоронена княгиня Ольга не здесь-то я направила а вот слева по левую руку был Mount Pleasant если вы захотите я схожу для вас на это интересное местечко алло получилось смешно после телефонного разговора итак привет-привет продолжаем нашу экскурсию что у нас тут происходит мы видим интересное здание вдалеке оно называется The One то есть ну вот именно он один почему так потому что это на перекрестке Блор и Янг таких улиц но центральных считайте если вот Блор то это почти Дерибасовская в Одессе да и там вот построили с большим скандалом строили потом расскажу как и почему вначале владели казахи и они взяли денежки и не построили а уже потом дальше пошла настоящая стройка было все дорого богато и роскошно и вот сейчас оно из самых одно из самых высоких жилых зданий жилых зданий я вот его пытаюсь увеличить в Торонто и которое прям в сердце города а про Бэйпорище расскажу там где будет Бэйстрит может быть подъедем для вас вот видите у нас есть джонер и ту так уйту так же как и в Волгарии это очень популярная еда то есть все у нас так мультикультурно интернационально любим всех добрые улыбаемся чудесные люди как вы понимаете и прекрасное правительство но это под вопросом но может и прекрасно судя по дорожкам и городу так что там у нас Сен-Клэр приближается ну что тут невзирая на помехи на дороге и в салоне мы все-таки преодолеваем какие-то препятствия с успехом и радостью препятствия делают нас сильнее вы знаете и мы нормально к ним относимся мы сейчас приезжаем в красивую часть города более не менее удобоваримую ну и поговорим попозже может быть таким образом он будет веселее такое у нас времечко такое у нас времечко Как вы понимаете, тут помимо светофоров просто трафик велик из-за большого количества машин и пешеходов. Посему будем вот такой вот черепашьей скоростью продвигаться. Но вас это не коснется, я буду делать паузу. Хотела показать вам ковку интересную, старинную. Мы находимся под мостом по неволе. Ну вот, едется ковку и клюпку, пытаясь показать. Так, а вот более-менее старинные домишки. Ну, история Канада не так уж велика, поэтому двухсотлетних зданий вы не увидите. И мы раньше назывались Йорк, Форт Йорк, а потом мы стали уже Торонто. Да, так, Форт Йорк не был уж таким великим-великим городом. И даже столица, Торонто не столица, вы знаете, что Ортова столица. И даже столица был Кингстон, то есть это были другие города. Но, тем не менее, очень важная стратегическая позиция Торонто на озере Антари дала ему базу для роста экономического. Так, и вот такие тут интересные у нас магазины. Они под Канабис. Вот, продают они это всегда с удовольствием. И много. Видите? Этих магазинов очень много, они поглотили все другие бизнесы. Если раньше были кофейни, какие-то маленькие магазины, частные бутики такие, то теперь у нас вот Канабис везде. Улица Марбара. Ну, у нас все названия английские, как вы понимаете. Мы англофоны. Когда поедем в Куэбек, посмотрим, как у нас франкофоны живут. Они живут весело, интересно и более артистично. Итак, продолжаем. Наше медленное-медленное движение по Янгу. Ну, то есть вы видите, набратьщики какой-то, я не знаю, интересная ли для вас архитектура, но это старые дома, да. Они пытаются от них избавиться. Избавиться от истории. О, это Каренс, это хороший бар. У меня есть агент. Ее зовут Питер Гейл. И вот Каренс, это ее подруга. И вот мы тут гуляли раньше под Рождество. И не только. Да, так вот это вот все пытаются снести. И усеять все вот этими большущими, большущими небоскребами. Они у нас называются, если жилые, то кондоминимумы. Если офисные, то офисные. И вот эта тенденция. Эта тенденция, вот, она у нас прям в расцвете. В расцвете. И что происходит? Вымывается история. Она никому не интересна. Но комфорт и экономические достижения рулят по всему. Всегда есть спрос на эти местечки. Я имею ввиду по улице Ян-стрит и вообще центр города. Так, вот. Зайван приближается к нам. Вот есть такие внутренние дворики красивые. Вы что видите, не только стилистик, но и какие-то символы. Это интересно, красиво. И все это познавательно, увлекательно. Надеюсь, вам тоже. Да, я рассказывала про Hudson Bay Company и сказала, что здание здесь, все-таки на Бэй-стрит. Это параллельно. Но потом отдельно пойдем. Но эта компания достойна внимания, потому что я не буду говорить об ее влиянии, как в другие ТНК. Я просто скажу, что она сделала для Канады. И каково ее не только величие, но и вклад и в экономику, и, наверное, и в политику. Но в экономику гигантские, гигантские. Так что все, кто ее владел, не могу сказать, что молодцы, но для них молодцы. Ну, в общем, они сделали Канаду. Все, приезжаем прямо в самое сердце. Вот это тут моя любимая библиотека. Я вот там проводила время, в своей библиотечке. А вот тут скоро будет масонский дом. Должен быть, во всяком случае. Сейчас попробую. Да, Девенпорт, вот это. Вон. Видите? А вот моя библиотека. Хороша. Высока. Сильна. Люблю. Так, сейчас покажу вам архитектуру. И у нас тут еще экскурсия. Мне тут пытаются рассказать про самую длинную улицу. И насколько тяжело на ней ехать по ней. Ну, сейчас видите, ушел трафик. И мы сейчас сможем сделать что-то хорошее. И посмотрим вот это очень интересное здание. Вот оно. Видите? Мы приглашены с вами. Поглядим, поглядим. А сейчас приближаемся к Дандас-Сквэр. Улица Дандас, она параллельно Плуру и перпендикулярно Ярд-Стрит. И там у нас происходят все празднества. Надеюсь, посмотрим и елку рождественскую, как украсила. В прошлом году была с шарами. Не украшена шарами, а в виде шаров. Пусть как снеговичок. Вот так. Так, полицаи что-то тут делают. А, нет, облаз. Поглядим, что они нам тут приготовили. Какие красоты. Видите, вот сейчас стало полегче ехать. Улица волосы. Когда-то мы жили там рядом. Ну, вот такая у нас архитектура. Остатки старинности. Сейчас вам скажу кое-что. Я уже заливаю смехом. Это вот часы от старинного здания. Я была уверена, что что-то они с ними сделают, когда разрушали все здание. Но молодцы. Оставили. Хотя бы часы напоминания. У меня есть старинные фотографии. Старинные, это типа 10 лет назад. Но все было, конечно, по-другому. Вот это вот все. Навье. Так что наслаждайтесь нашим навьем. И старьем вместе. Видите? Стройка, стройка, стройка. Везде. И так будет всегда. Я имею в виду всегда в нашем путешествии по этой улице. Потому что, повторяю, тут метры очень дорогие. И посему важно выстроить что-то повыше, посовременней, побезликий. Но главное, выше и выше. Видите? Ну, вот как-то так. Как он там пел? Небоскребы, небоскребы. А я маленький такой. Ну, вот как-то достигли они этого. Это вот считается самым высоким жилым. Но они уже скоро будут побивать этот рекорд. Это был когда-то очень хороший ресторан «Телефант». Уж не знаю, есть ли он. И мы переключаемся. Полевую руку это будет университет Райерсон. И с той же стороны будет известная Дандасской площадь товарища Дандаса. «Телефант». Вы видели, Занзебар это у нас секси такое. Не знаю. Не шоп, а такое заведение специальное. Ну, секси. Назовем так. Я слаба в этом, не знаю. Не скажу. Итак, глядите. Вот это что? Что-то происходит. Но нам надо смотреть по левую сторону. Вот там это наша великая площадь. Ну, по-своему великая. А, Иванова елочкам. Покажу. Все покажу. Что-то сложно будет ее выцарапать. Ну, вот такая убогая, признаемся. Чтобы еще такого показать вам. Да, собственно, вот так. Веселитесь. А, кстати, тут диагональный переход. Обратите внимание. Видите? То есть все светофоры для пешеходов зеленые. А для не пешеходов запрещенный сигнал. Ну, вот так. И тут всегда шумно. Происходят кучи представлений. Бесплатных. Где наш друг был? Не сделала. Не сделала кое-что вам боковое. Ну, ладно. Рутс. Очень известный магазин. А это Итан-центр. Это Итан-центр. Сейчас вам его показать. Это очень-очень большой центральный мор. Так что вот. Бежели бы тут быть. Все, мы почти заканчиваем. Подъезжаем к озеру Онтариум. Там на берегу живет у нас Сейн. И мы, собственно, едем костюк Сейн. Я, в частности. Театр. Телген-Феда. Мы там часто снимаем кино. И много историй про это. Так. Это Сакс. Видите, 5-я авеню. Очень известный магазин. А это вот Хадсон-Бэй. Это магазин Бэй. Очень известный. Видит, у нас все в лесах. Не могу я вас порадовать какой-то красотой без стройки. Поэтому придется вам чуток потерпеть. Это очень длинное видео. Я постараюсь его скоро прекратить для вашей радости и удовольствия. Вот. Тут много очень людей. Улица не очень благоустроенная в плане движения. Ну, людей действительно много. Причем много всегда. Вот тоже банковское здание хорошее. Все. А эти здания они в профиль вот фасой. Вы не видите, что оно изогнутое? Оно изогнутое. То есть, если смотреть сбоку, справа идти, то вы увидите очень много интересного в виде паруса это здание. А вот старинное здание еще присутствует. Ой. Что-то никак не... Это старинное здание было ирландское посольство. с очень действительно красивой архитектурой. Хорошее приобретение ирландцев. С чем мы их и поздравляем. И вот дальше будут стройки-стройки. Потом хоккей Hall of Fame. Это как его называют? Господи. Музей хоккейный с очень большим количеством экспонатов в плане победных кубков и так далее. И если вот они получают стендлит, он стоял здесь. А с этой стороны даже не знаю, что. Ну, что-то. Вот это очень известный известный музей, о котором я вам сказала. Вот так вот мы рассмотрим с этой стороны. Вот мы имели представление. Убашенка наша. И опять стройка. И на ней мы закончим. Я надеюсь, вам понравилось. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Обнимаю вас не муниципальной, а урбанистической любовью. Полный строек, интересных событий и стрессом в большом городе. Чао-чао. Продолжение следует...